День 30-летия установления дипломатических отношений День не рядовой, поэтому мы с вами договаривались увидеться Но и объем нашего взаимодействия такой, что требует постоянность верхних часов Что мы и делаем Хочу еще раз отметить, что в прошлом году товарооборот увеличился более чем на треть Составил более 38 миллиардов долларов И в первые 4 месяца текущего года это увеличение продолжается 110% Так что мы на правильном пути, судя по всему Россия проинвестировала в экономику 4 миллиарда долларов За предыдущие годы Это наши прямые инвестиции Есть и инвестиции со стороны белорусских предприятий У нас хорошие, большие проекты совместные Ну и текущих очень много вопросов в этой сфере Я бы хотел вас проинформировать о ходе и результате дискуссии с коллегами в рамках объединения БРИКС Многие из выступавших высказывали о забоченности, связанной с перебоями поставок продовольствия Это роста цен на продовольствие на мировых рынках и удобрений Имея в виду, что Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками удобрений на мировой рынок Мне бы хотелось с вами сейчас поговорить В плане удовлетворения потребностей мирового рынка и наших постоянных клиентов У нас 15% по-моему мировой торговли и 25% по некоторым видам удобрений Это очень значительный объем на мировых рынках Недовложение удобрений, конечно, снижает вида на урожай на следующий год Все это очень печально, но, тем не менее, мы с вами договаривались предпринять все, что от нас зависит Все действия предпринятия, которые от нас зависят для того, чтобы, повторю еще раз, удовлетворять спросы наших потребителей и наших клиентов Есть, конечно, проблемы, связанные с обеспечением безопасности в регионе и в мире в целом Здесь вопросов много возникает Я вас проинформирую по всем этим проблемам, примитивным событиям на Донбассе Ну и, конечно, в поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством союзного государства Здесь у нас практически между профильными ведомствами все согласовано Вопрос только в реализации всех намеченных целей Ну, в общем, довольно большой, объемный у нас сегодня в перечне вопросов, которые мы должны обсудить Владимир Владимирович, ну, я всегда благодарю вас за то, что мне удалось Как историку, вы это знаете, прежде всего, открыть некоторые для себя вещи Вы позволили мне прикоснуться к этому прекрасному месту Я побывал в Бронке, там, где мы планируем построить белорусский порт Спасибо за поддержку, вы одобрили тот проект строительства Я посмотрел, для меня очень приятно было увидеть, что такое Кронштадт Вот лицом к лицу столкнутся дамба, которую закончили строительство При огромном вашем содействии в ваш период Ну и другие, посмотреть места, вообще посмотреть с воды, что такое Питер Поэтому для меня это было очень важно, ну и полезно с точки зрения строительства портового хозяйства Нас удовлетворяет то место, которое обозначено и поддержано вами Место хорошее, поэтому мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральное удобрение Но я думаю, что там будет самый мощный порт Даже может быть нам его не хватит, но как мы договорились, там будет видно, все надо будет расширяться Я и планировал сегодня с вами обсудить вопросы экономики Вы их затронули, просил бы вас, чтобы мы подробнее поговорили по вопросам обороны Для нас это очень важно сейчас, критически важно в связи с тем, что происходит на Западе А также безопасности Если говорить об экономике, ну традиционная наша тема Импортозамещение мы предложили 15 крупных проектов Российская сторона одобрила их Вы нас поддержали в плане совместного финансирования этих проектов Если все пойдет так, как мы запланировали В ближайшее время мы начнем выпускать импортозамещающую продукцию То есть те компании, которые поставляли недружественных стран нам, Россию, Беларусь Продукцию мы в течение этого следующего года можем произвести свою Таких крупных 15 проектов Логистика я уже сказал про порт Бронко Я посмотрел сегодня его Хочу с вами поговорить по поводу шанхасской организации сотрудничества Где мы, наблюдатели, возможно, посоветуемся, вы поддержите Увеличьте, расширьте наш статус Время уже прошло немало Думаю, мы там лишними не будем Обсудим проблемы форума регионов Я думаю, что мы, как обычно, примем участие в нем В виде видеоконференции обратимся Этот форум проводят парламентарии Верхняя палата парламента у нас и в России И они хорошо организовывают и приведут в Гродно Очень хорошие форумы Есть у меня ряд частных вопросов, которые я хочу с вами обсудить В области экономики А также вопросы, касающиеся обороны Владимир Владимирович, нас очень напрягает ситуация И ту политику, которую проводят наши соседи Вы, в общем-то, знаете Это руководство Польши и руководство Литвы Политика на конфронтацию И вам хватает от них, особенно в Украине В последнее время наемников больше всего, как мы замечаем, из Польши Я не понимаю, зачем это им надо, конфронтация Но ясно, что за спиной стоят, подталкивают и прочее Но политика отвратительная Поведение агрессивное То же самое и Литва В последнее время нарастает поток информации По поводу их замысла прекратить транзит Из России через Беларусь в Калининград Изолировать Калининград Ну, слушайте, это сродни объявления какой-то войны уже Это же недопустимо, подобная вещь в современных условиях Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов Соединенных Штатов Америки, самолетов и натовских Которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные зарады Нас это очень напрыгает Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи Без перебора Они тренируют нести ядерные боеголовки Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты наши Которые у нас есть Которые могут нести ядерные заряды Я не говорю о том, что мы завтра перевезем или вы перевезете туда ядерные боеприпасы Но шутить нам нельзя Мы помним 41-й год, когда нас убаюкивали, что все будет хорошо, все тихо, никто не нападет А потом оказались не готовы к этому Поэтому для нас очень серьезная ситуация Я не первый раз ставлю перед вами этот вопрос Знаю, что вы рассматривали Министерство обороны Хотелось бы услышать, как будут развиваться здесь события Я не скрываю Я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему Даже к применению самого серьезного оружия Для того, чтобы защитить наше отечество От Бреста до Владивостока Это наша непосредственная обязанность А особенно вот эти тренировки Вы тоже о них знаете Американские полеты С использованием партнеров по НАТО Ну, если тренируются То, наверное, что-то думают Ибо зачем тренироваться В общем, вот комплекс вопросов обороны и безопасности Мы серьезно должны с вами обсудить Для того, чтобы люди наши понимали Что они находятся, россияне и белорусы, под серьезной защитой Александр Ильич, мы сейчас поговорим По всему комплексу вопросов Связанному с развитием инфраструктуры С торговлей, с реализацией крупных проектов Кстати говоря, сегодня с утра я обсуждал С руководством правительства В рамках вот этих кредитных ресурсов О которых мы с вами говорили С тем, чтобы создать финансовые возможности Для белорусских предприятий Начать выпуск импортозамещающей продукции И не только импортозамещающей Но и создание своих инженерных проработок Для того, чтобы выйти на более высокий уровень Того, что нам и нам, России, и Беларуси нужно Но правительство согласно с тем, что Часть этих ресурсов должна быть и может быть Использована белорусскими предприятиями Для того, чтобы иметь возможность Производить продукцию и для рынков третьих стран Да, и в конечном итоге Россия в этом тоже будет интересована Имея в виду уровень нашей кооперации Что касается вопросов безопасности То, да, действительно В Европе У американцев Хранится 200 ядерных тактических Боезапасов В основном это атомные бомбы 200 В шести европейских странах Членов Североатлантического блока НАТО И для их возможного применения Подготовлено 257 самолетов И не только американских Но и этих упомянутых Моих стран За пределами США За пределами США В Европе А в России ни одной базы Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально Можно, но нам с вами даже И зеркально, наверное, не стоит отвечать Нет необходимости Но я с вами полностью согласен Что позаботиться Об безусловном обеспечении Нашей безопасности Безопасности союзного государства А может быть и других стран Мы обязаны Поэтому я предлагаю следующее На вооружении белорусской армии Находится достаточно большая группировка Самолетов Су-25 Их можно было бы соответствующим образом Дооборудовать Правда, эта модернизация должна быть проведена На авиационных заводах в России Но мы с вами договоримся, как это сделать И соответствующим образом Начать подготовку летного состава Это первое И второе Как мы с вами договаривались Вы ставили вопрос об этом Решение у нас принято Мы в течение ближайших нескольких месяцев Передадим Белоруссии Ракетно-тактические комплексы Искандер-М Которые, как известно, могут применять Как баллистические, так же и крылатые ракеты Причем как в обычном, так и в ядерном исполнении Я предлагаю поручить Министерству обороны И начальникам генеральных штагов Проработать все детали, связанные с этой совместной работой Да, вы согласны, абсолютно Договорились А что касается экономических вопросов То все-таки предложил бы вернуться к той теме Которая сейчас является наиболее актуальной К продовольствию и теме поставок удобрений на мировые рынки Мы находимся в тесном контакте С соответствующими профильными учреждениями ООН Я бы вас хотел тоже об этом проинформировать Как складывается эта работа Но у нас проблем же нет с поставками ни зерна Ни удобрений на рынок Не надо на нас это вешать Это правда, именно об этом я хотел поговорить Потому что многие наши партнеры Они просят об увеличении поставок Надо проговорить просто детали, связанные с логистикой Мы в прошлом году, Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн Зерновых на мировые рынки В этом сельхоз году, до следующего лета Мы готовы поставить, наверное, будем свыше 50 миллионов тонн Я знаю, что и Беларусь наращивает производство Под вашим руководством белорусское сельское хозяйство Развивается очень уверенно, успешно Ну а что касается удобрений То здесь нужно, конечно, объединять усилия Чтобы помочь нашим традиционным партнерам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!